дорогие друзья добро пожаловать на канал вязаные истории меня зовут юля и сегодня мы с вами приступим конечно же к обучению у нас с вами будет небольшой видео урок по набору петель это фабричный наборный край либо же его еще называют итальянским наборным краем да я знаю что уроков на ю тубе очень много однако многие из вас просили и я конечно же не смогла удержаться чтобы не выполнить вашу просьбу этот наборный край идеальный для носку для рукавиц для перчаток для шапки вот я свою шапку тоже начинала этим краем классно держит ничего нигде не стягивает смотрится восхитительно поэтому я с огромнейшим удовольствием хочу показать вам вот точно так же этот наборный край подойдет для вязания горловин посмотрите хорошо держится не растягивается то есть вот я тяну причем изделия еще не прошло своего то так как это свитер который я сейчас вижу и так лично для себя я усвоила несколько правил этого наборного края и конечно же ими делюсь с вами первое правило оно легкое и простое это мы выбираем прямые спицы идеально если у вас есть большие прямые спицы если вам нужно набирать более 105 если же как и мне сейчас вам нужно набрать небольшое количество а мне на вторую варежку нужно набрать 44 петли то конечно же вполне достаточно стандартных не укороченных конечно же а стандартных спиц для набора петель я беру тот же номер которым и планирую вязать изделие можно взять меньший номер но мне честно вам скажу очень удобно именно брать тот же номер вы увидели все варианты берем нить от матка вот она да наша длина нити и вы ее примерно пополам складываете таким вот образом сколько вам нужно там отмеряем бывает конечно я тоже не угадываю очень часто нить вот так вот длинная дальше от вас короткая ближе к вам вот наши пальцы собираем да вот так вот и вот эти вот две заводим а сами нить обхватываем руками вот такая у вас получится конструкция и первую петлю набираем спицу кладем на нить и просто обвиваем к себе или от себя это не играет роли честно скажу и приступаем к набору петель 2 петля наша 1 уже у нас есть на спице 2 наша петля у нас будет лицевая и все четные петли петли в наборе будут лицевыми 1 2 лицевая 3 петля у нас будет изнаночная и все четные нечетные петли изнаночные вот так теперь я комментирую спицу заводим под нить которая на большом пальце подымаем и заводим над нитью указательного пальца получилось спицу для изнаночной петли 2 мы заводим над нитью указательного пальца подымаем и заводим ее под нить большого пальца и тем самым формируем изнаночную петлю теперь все это как обычно в замедленном действии как вы обратили внимание я спокойно отпускаю нити у меня нет проблем с этим конец но я всегда держу правой рукой потому что я пальцем продерживаю вот эти две нити то есть если вам нужно уж куда-то отвлечься мало ли вот как я сейчас при съемке то проблем в этом я не вижу и конечно же продолжаем набирать нужное количество петель в принципе набор сам происходит довольно быстро и легко и так смотрите я уже набрала 43 петли которые мне необходимы были петли ничего нигде не перекрутилась вот чем удобно набирать петли на такую на прямую спицу потому что когда они скидываются на лесу спицы следующая крутится и все либо же просто зафиксировать тогда лучше спицу как по мне и теперь мы набираем 44 петлю простите ниточка осталась коротковата вот классическим способом все тем самым петли уже никуда не денутся они зафиксированы сейчас наша задача с вами перевести все эти петли на круговые спицы вы можете брать круговые либо же как я беру 5 спиц и вяжу на них для этого мне нужно будет раскидывать по 11 петель я вам сейчас покажу что какой принцип дальше дальнейшего вязания и чтобы по 11 петель потом не раски потом раскидывать вы будете вам будет проще и так первая петля у меня изнаночная и при пола резинки первом ряду изнаночные петли мы будем просто снимать но так как это первая петля то ее конечно же лучше провязать дабы лучше зафиксировать изнаночную лицевую мы вяжем с вами вот так вот изнаночную снимаем как изнаночную петлю нить перед петлей лицевую провязали изнаночную сняли нить перед петлей и таким образом вы вяжете до конца ряда если же это круговые спицы то никаких вопросов вообще нет просто по кругу провязали потом уже соединим круг если же это 5 спиц то нужно раскидывать на спицы я сейчас это все сделаю и вернусь к вам друзья решила еще такой нюанс заострить внимание вдруг вы путаете петли смотрите вот сейчас на у меня на спицы это изнаночная петля то есть ее легонечко раз и сняла я а вот так выглядит лицевая петля изнаночная лицевая изнаночная лицевая и конечно же мы уже заканчиваем наш ряд и лицевая последняя петля все теперь наша задача если это вас было 5 спиц это для тех у кого 5 спиц ну и в круговых проверяете конечно же но обычно круговых проблем с таких я не видела никогда не встречал вот стягиваем и выкладываем чтобы было ровненько никакая спица не перевернулась вот видите чтобы все шли спицы нужно для вас направление и теперь приступаем к вязанию я не перекидываю первую петлю если же вы перекидываете первую петлю то при наборе этих петель обязательно принимайте этот факт во внимание и следующий ряд просто мы сейчас приступаем к вязанию продолжать полу резинку где изнаночную мы провязываем а лицевую петлю мы снимаем нить за работой мы снимаем как лицевую петлю просто ее и не будет за петлю идти у нас итак первая у нас изнаночная петля была напоминаю мы ее просто хорошенько подтянули лицевую сняли изнаночную провязали лицевую сняли изнаночную провязали так до конца ряда тем самым формируется видите такая аккуратная косичка ну что ж вот все мы собрали видите практически никакой не дырочки если еще сильнее подтянуть то будет еще лучше здесь вы еще раз же следующий ряд подтягивайте тоже очень даже хорошо и сильненько первая петля изнаночная 2 просто вяжем уже нашу резинку один на один в следующем видео я расскажу как перекинуть нашу резинку один на один не сделать резинкой следующих видео уроках я обязательно вам расскажу как можно с этого набора сделать резинку 2 на 2